Время перемен. Федеральный законопроект об изменении пенсионной системы прошел первое чтение. Во сколько лет жители Крайнего Севера будут выходить на заслуженный отдых? Единый день голосования все ближе. Избирательная комиссия зарегистрировала первых кандидатов-одномандатников на выборы в региональный парламент. Кто намерен занять кресло депутата? Новый двор. В Наринмаре продолжается масштабное благоустройство преддомовой территории на 60 лет октября. Что изменится и все ли устраивает местных жителей? Тонкости журналистики. В Ненецком округе состоялся образовательный форум для представителей региональных СМИ. Подводим итоги. Бой на равных. В Заполярной столице пройдет открытая тренировка по боксу для всех желающих. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Здравствуйте. Пришло время подвести итоги последнего рабочего дня. В студии Олег Хатанзейский. Новости начинаются. Итак, правительственный законопроект об изменениях пенсионной системы прошел первое чтение. Депутаты Госдумы определили общую концепцию документа и его основные положения. Детали же грядущих изменений Нижняя палата будет обсуждать уже осенью. При голосовании о принятии законопроекта в его поддержку высказались 327 народных избранников против 102. Еще один парламентарий воздержался. Напомню, первое чтение подразумевает рассмотрение лишь концепции законопроекта. После ее утверждения масштабные обсуждения инициативы продолжатся. При этом Госдума для дальнейшего обсуждения законопроекта определила период длительности более двух месяцев, в отличие от традиционных 30 дней. И вот как прокомментировала возможные изменения в пенсионной системе председатель городского совета депутатов Ольга Питунина. Тема, которая сейчас обсуждается, касается очень многих граждан. Сейчас все говорят, спорят, выявляют плюсы и минусы. В итоге все равно приходят к одному мнению. Надо что-то менять. То есть понимание того, что пенсионеров становится больше, а работающих не увеличивается. Того, что на одного пенсионера сегодня приходится менее одного работника, и того, что скоро неоткуда будет платить пенсию, понимание есть. Действующий пенсионный возраст в России не меняли почти 90 лет. Хотя за это время продолжительность жизни увеличилась до 72 лет. Предельный рабочий возраст в стране остается одним из самых низких во всем мире. К примеру, в Италии все выходят на пенсию в 66 лет. В Германии и США в 65-67 лет. То есть, если мы хотим, чтобы старость наша была обеспеченной, нужно что-то менять. Одно из решений – уходить на пенсию позже. В ближайшие дни в Ненецком региональном отделении партии «Дина Россия» состоятся масштабные обсуждения законопроекта об изменении пенсионной системы. Будут выслушаны все мнения и пожелания, в дальнейшем предложение направят в Нижнюю палату. Добавлю, на 53-й сессии депутаты окружного собрания приняли решение поддержать проект федерального закона с учетом специфики регионов, расположенных в районах Крайнего Севера. Избирком на заседании в четверг вечером зарегистрировал первые две партии для участия в выборах собрания депутатов 28-го созыва. Это «Справедливая Россия» и «Родина». По словам председателя избиркома Георгия Попова, «Справедливая Россия» выдвинула в едином округе 13 человек. В общей окружной части списка только одна фамилия – это председатель Совета регионального отделения партии Наталья Лысакова. А вот список «Родины» с момента его заверения в «Збиркомом» немного уменьшился. У партии в едином округе осталось не 16 человек, а 15. В общей окружной части списка – председатель постоянной комиссии собрания депутатов по вопросам молодежной политики, охраны здоровья, культуры и спорта Андрей Ружников, заведующий «Алена Товарной» фермы СПК «Индига» Андрей Евтысый и инженер-инспектор МФЦ Роман Коткин. Из четырех непарламентских партий, выдвинувшихся на выборы, одна «Коммунистическая партия Коммунист России» уже сдала в избирком подписи. Остальные три сбор подписей продолжают. Напомню, в собрании депутатов Ненинского округа 9 сентября будут избраны 19 человек – 11 в едином округе по партийным спискам и 8 в одномандатных. И в продолжении темы избирательная комиссия городского округа зарегистрировала трех первых кандидатов-одномандатников на выборы в региональное собрание депутатов. Все они выдвинуты политическими партиями. За место одномандатника в избирательном округе Городецкий будут бороться два человека – это Василий Витязев, сторонник «Справедливой России» и Татьяна Антипина. Она представитель Коммунистической партии Российской Федерации. Регистрацию в качестве кандидата получил еще один представитель КПРФ Татьяна Федорова. Бороться за место в региональном парламенте ей предстоит в избирательном округе номер 5 «Заводской». А вот сторонника партии «Родина» Николая Честнейшина на выборы не допустили. Он не смог соблюсти процедуру предоставления сведений в избирательную комиссию, из-за чего и получил отказ в регистрации. Федеральный проект «Комфортная городская среда» расширяет границы. В этом году он впервые будет реализован сразу в четырех муниципальных образованиях региона. Строительство современных детских площадок и обновление дворов за счет бюджетных денег – главная задача программы. А вот условия для участия в проекте всего лишь одно – желание граждан. Не упускать такой шанс решили и жители улицы 60 лет октября. Теперь на их придомовой территории идет масштабное благоустройство. О первых результатах расскажем в следующем материале. С утра до вечера по будням и выходные. Строители подрядной компании работают в режиме нон-стоп. Говорят, быстро – не значит некачественно. За месяц практически полностью уложили брусчатку, собрали детский игровой комплекс и установили новые фонари. Местные жители признаются – двор уже не узнать. Состояние двора было не то, что печальное, плачевное было. Мы здесь убрали старые заборы были здесь. Состояние было неважное, конечно. Масштаб работ хорошо заметен с высоты птичьего полета. Необходимо благоустроить участок, площадь которого более 4000 квадратных метров. Это не только так называемая лицевая сторона, но и территория между и за домами. Благоустройство придомовой территории – заслуга местных жителей. Именно по их инициативе здесь сейчас работают строители. Люди не поленились организовать собрание и пришли к выводу – двор нуждается в капитальном ремонте. Теперь они участники программы формирования комфортной городской среды. Все работы абсолютно бесплатные, то есть на суммах-квитанциях это никак не отразится. Накануне ход строительных работ оценили заказчики объекта – городские депутаты и представители «Единой России». Партия – инициатор создания федерального проекта «Комфортная среда». На месте пообщались и с собственниками. Жильцов интересует, большая ли будет парковка. Двор маленький, автомобилей много. Подрядчик успокоил, места хватит каждому. Отдельные появятся и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Уникальность проекта формирования комфортной городской среды заключается в том, что граждане лично участвуют в разработке будущего проекта. Делятся мыслями и предлагают идеи наравне с инженерами. Именно инициатива жителей и учет их пожеланий стоял в основе проектирования. Также проводились общественные слушания, проводились собрания с жильцами. Жильцы, собственно, приглашался сюда и проектировщик, который разрабатывал данный проект. И жильцы сами говорили, что им здесь требуется. Конечно, за год, за небольшой период планируют только три участка оформить. Но я надеюсь, что в будущем администрация и округа, и города найдут средства для того, чтобы каждый уголок нашего города сделать таким прекрасным. Завершить работы по благоустройству строители намерены раньше срока – 10 августа. Впереди один из важных этапов озеленения территории. В парте тем временем заявили, что федеральный проект расширяет границы. Впервые его реализуют на селе в списке «Красная» и «Несь». Мы шагнули вперед. Сейчас партийный проект «Городская среда» расширяет свои возможности. И населенные пункты, где свыше тысячи населения, это сельские населенные пункты, в этом году примут участие поселок «Красная» и село «Несь». Активно примут участие в благоустройстве. Там будут детские площадки реализовываться. Что касается Наринмара, то в ближайшее время масштабные работы по благоустройству начнутся в районе третьей городской школы. Там появится литературный сквер. Его также возведут в рамках проекта «Комфортная городская среда». Олег Хатанзейский, Леонид Шишелов, Олег Богомолов, Телеканал «Север». Местным журналистам устроили мозговой штурм. В Наринмаре состоялся образовательный форум для представителей СМИ, так называемый «Инфорум», организован Союзом журналистов России к столетию общественного объединения. И с этой программы эксперты побывают в 25 регионах страны. Подробности далее. Пожалуй, на этой встрече обращение коллега как никогда оправдано. Модератор, журналист, эксперты и все слушатели тоже журналисты. Даже приглашенные на инфорум активисты движения школьников и те работают по информационно-медийному направлению. Как мне кажется, журналистика одна из, как уже сказали, одна из главных профессий. Ведь людям надо донести информацию, чтобы они знали, что происходит сейчас, можно ли выходить на улицу, может, праздник какой. В программе «Инфорума» сплошная масса полезных советов для региональных журналистов. Например, для представителей печатных СМИ был организован мастер-класс по газетному дизайну. А местным блогерам рассказали, как не просто вести свою авторскую колонку, а стать медиабрендом. И следующий совет – это, конечно, знать свою аудиторию, следить за ней, изучать ее реакции, смотреть на цифры, смотреть на психологию. В общем, чем лучше вы знаете аудиторию, тем лучше, в конечном счете, вы спозиционируете себя, чтобы найти вот этот стык полезности. Своим опытом с гостями поделилась и местный блогер Ирина Коткина. Ее чумотеке уже 9 лет. И за это время неофициальный блог Нинецкого округа стал настоящим народным СМИ. От инфорума нинецкий блогер осталась в полном восторге. Говорит, некоторые моменты даже стали для нее откровением. В глубинке нужна такая встряска. Мы живем здесь очень кулуарно, очень по-домашнему, мы варимся в собственном соку. И, конечно же, необходим вот этот свежий такой ветер, вливание, новые люди. В работе инфорума также принял участие представитель Роскомнадзора. Это учреждение контролирует работу всех средств массовой информации. Его доклад в основном касался нарушений, которые допускают журналисты в своих материалах. Правда, местных корреспондентов эксперт назвал вполне законопослушными. СМИ Нинецкого восторгования округа приносит нам очень мало беспокойства. У нас зарегистрировано на учете где-то 9 СМИ, издаваемых на территорию. Но это немного. Хотя, опять же, если учесть полотность населения округа, то, наверное, это и нормально. Можно сравнить в Архангельской области 200. Здесь 9. Инфорум продолжался в течение всего дня. Говорили много. Обсудили новые подходы работы в социальных сетях, а начинающим журналистам рассказали о важности фактчекинга. Это проверка достоверности полученных фактов. Надо сказать, что Союз журналистов России, как оказалось, самая крупная общественная организация страны. В ее составе полмиллиона человек. Серию медиафорумов. По регионам эксперты организовали к столетию Всероссийского объединения. Мне кажется, это был очень полезный опыт именно такого совместного общения. Скорее, это был опыт именно диалога, а не монолога с нашей стороны. Мы надеемся, что и для коллег это было полезно. Ну, а в качестве совета, что могу посоветовать коллегам? Любите окружающий мир, любите людей. Пишите об этом, снимайте. Нарьинмар для Союза журналистов России стал четвертым городом. С инфорумом эксперты уже побывали в Кемерово, Иваново и Омске. Свою образовательную программу они планируют представить в 25 регионах страны. Надежда Качегова, Сергей Качегов, Телеканал «Север». К другим новостям завершен прием заявок на очередной ежегодный конкурс социальных и культурных проектов компании «Лукоил» в Республике Коми и Ненинском округе. На данный момент комиссия зарегистрировала рекордное число проектов – более 190. Для сравнения, в прошлом году их было 155, более трети вошли в число победителей, отмечены грантами. Конкурс дает уникальную возможность его участникам, авторам, представляющим общественные и бюджетные организации, реализовать значимые для родного города или села инициативы. В этом году соревнования проводятся в рамках Года волонтеров России как в традиционных номинациях «Экология», «Духовность», «Культура», «Спорт», так и в дебютные молодежные инициативы. Добавлю, за 13 лет участие в конкурсе приняли более 800 проектов, 194 стали победителями. В жизнь воплощены идеи, доказавшие свою социальную и культурную состоятельность. Благодаря инициативным жителям в Наринмаре, например, запустили проект «Экодвор», направленный на организацию раздельного сбора бытового отхода с дальнейшей вторичной переработкой. В Пустозерском музее-заповеднике на средства грантов реализуются проекты, связанные с восстановлением памятных мест и созданием туристического маршрута. Напечатан ряд изданий, которые помогут жителям округа улучшить знания ижимского диалекта коми-языка. А в школе номер 5 открылся обновленный музей с современным оборудованием. Вдоль большой Пустозерской тропы появились деревянные скульптуры. Специально для музея их изготовили мастера арт-фестиваля Тайбала. Все объекты созданы в стиле ленд-арт. Это фигуры лося, медведя, орлана, белохвоста, писца, куропатки, зайца и совы. С лесными животными познакомилась наша съемочная группа. Началась презентация возле первой скульптуры орла белохвоста. Эта большая северная птица встречает гостей и как бы открывает большую Пустозерскую тропу. Позвольте от имени главы региона поблагодарить общество краеведов, ребят, которые достойно представили Ненецкий округ на конкурсе президентских грантов, а также наших защитников природы, Грин Хоум. Ну и, конечно, сборную Тайбалы, уникальных мастеров, которые показали нашему округу, что такое настоящее экологическое искусство. Мастера команды Тайбала сделали фигуры животных, всего их семь, в стиле ленд-арт, из горбыля и бросового полевого материала. На изготовление и доставку скульптур в Пустозерск специалистам потребовалось 10 дней. Это просто какой-то тренд последних лет, всем нужны деревянные животные. Было интересно увидеть новые земли, думаю так, новые земли и, в принципе, новые климатические какие-то зоны. И, конечно же, было интересно справиться с инженерными вызовами, то есть сделать что-то в городе и с помощью небольших катеров и маленького парома все транспортировать сюда. То есть интересно посмотреть на скульптуру через год, насколько наши, так сказать, идеи о том, как это сделать более устойчиво, реализовались. После участники экскурсии отправились по тропе. Обитатели заполярного леса установлены по всему маршруту. Например, уже через 400 метров стоит красивый северный олень. Не обошлось без небольшой фотосессии. Пройдя такое же расстояние, гостей встречает бурый медведь. Животное выполнено в достаточно агрессивной позе и явно не с добрыми намерениями. В ближайшее время рядом с каждым животным установят указательные таблички. Их смастрили ребята, которые посещали детские площадки. Как признается Мария Уварова, волонтеры как и в городе, так и на территории Пустозерска активно помогали в реализации этого проекта. Ребята позитивные, очень хорошие. Я была приятно удивлена, потому что говорить особо даже не надо было. Они просто брали и делали. То есть утром у нас была планерочка. Мы раздавали всем задачи и они выполняли. Наша задача была пройти этот маршрут, замерить, где будут места установки стендов информационных, места установок арт-объектов. Также мы замеряли, сколько это времени займет, сколько это расстояние, чтобы потом эта информация была полезна для создания экскурсий. Вообще идея создания тропы у сотрудников музея возникла достаточно давно. И только в этом году удалось приступить к ее реализации. В целом маршрут тропы 10 километров. По всему пути будут установлены 12 информационных стендов, на которых будет размещена вся информация о местной растительности. Люди приезжают в Пустозерск, хотят узнать историю Пустозерска, узнать судьбу о вакууме, бывает на месте казни протопопа о вакууме, но и в то же время людей интересуют природные составляющие. Так как природа окрестности Пустозерска, она очень интересная. Территория нашего музея-заповедника не очень большая, но она очень разнообразная. И поэтому мы считаем, и у людей это тоже очень привлекает. Ну и мы считаем, что эта тропа скучной не будет, несмотря на ее такую большую протяженность. Она будет востребована и будет интересна всем любителям природы. Сейчас краеведы пришли к выводу, что для полной реализации проекта потребуется еще как минимум 4 года. Создатели туристической тропы планируют сделать ее максимально интересной и комфортной. Основная идея заключается, то есть нужно попасть в атмосферу, в которой человек либо отдыхает, либо он активно в ней участвует, открывает для себя что-то новое. На реализацию проекта Ненецкое общество краеведов получило финансовую поддержку от окружной администрации и от фонда президентских грантов. В рамках конкурса, вот первого конкурса, который проходил в 2018 году, получили на реализацию всего проекта, двухлетнего, порядка трех миллионов рублей. Ну там 2,886 там еще с какими-то копейками, с рублями. И действительно вот это то, что вот нам дает, ну сделать, открыло для нас, да, сделало такой мощный толчок. Официальное открытие Большой Пустозерской тропы запланировано на 15 сентября, в День Пустозерска. Людмила Сидейская, Александр Дуркин, Телеканал Север. И в завершении выпуска, в предстоящем воскресенье, День российского бокса. В Наринмаре спортивный праздник впервые отметят открытой тренировкой. Принять участие в мероприятии оно пройдет на стадионе «Лидер» сможет любой желающий, независимо от возраста, пола и уровня подготовки. Тренировка начнется в 15 часов дня. Проведет ее самый титулованный боксер региона Анатолий Широкий, победитель всероссийских и международных соревнований. Участие также примут и атлеты из поселков Нарьминос, красные, специально прибывшие в Наринмар. Такова была информационная картина дня. Спасибо, что были с нами. Далее традиционно прогноз погоды. До встречи в эфире.